Всем привет! С вами Катя! Недавно на моем канале не было такого ролика, как покупки из FixPrice. Давайте уже наконец-таки посмотрим, какие же покупки я совершила в этом магазине. Начнем, наверное, с того, что уже просто пытается выбежать из пакета. Это вот такие вот искусственные цветы. Лазочки, мне кажется, выглядят очень даже правдоподобно, очень красиво. Особенно я их в основном брала для фото. Хочу делать какие-то красивые вкладки в инстаграм. Ну и вообще так просто на фоне, мне кажется, будет очень красиво смотреться. Мне понравились цветочки, очень качественно сделаны, особенно с ученым того, что стоят 50 рублей. Для своей дочки я купила вот такой набор шариков с насосом. И думаю, она будет очень счастлива, когда это увидит. Она вообще обожает воздушные шары. Я думаю, все маленькие дети обожают просто воздушные шары. Поэтому будем развлекаться. Кубкой стала у меня вот такой вот крем-мыло, большущая прям. В основном, конечно, это будет использоваться для собаки. Буду мыть ей лапы после прогулки. Ну и запах, девочки, это просто что-то невероятное. Он безумно вкусно пахнет. Вообще, это запах апельсина и орхидея. Но мне почему-то пахнет ежевикой. Ну, очень вкусный аромат. Ну, прям очень мне он нравится. Следующее, что я взяла, это специально для кошечки, чтобы она у нас точила свои лапки вот такую штучку. Не знаю, насколько это будет действенное. Правда ли будет она о ней точить. Но почему бы и нет, мало ли. Следующей покупкой у меня были вот такие вот палочки для кутику. В основном, делаю маникюр дома сама. Паячка у меня расходуется очень быстро. 30 штук, поэтому хватит мне долго. Я взяла вот такой вот наборчик для доченьки в виде чемоданчика. Тут фломастер с изображением льва. У нас очень быстро теряются фломастеры, поэтому они никогда не бывают лишними. У меня дочка очень любит рисовать. Я не смогла уйти без вот этих вот резиночек наподобие Invisibubble. Очень они мне нравятся. Мне кажется, ничуть не хуже оригинальных. Они у меня также очень быстро теряются. Вообще использую их и в душе, и на каждый день заплетаю какие-то косички, там, или еще что-то. Единственное, что тугой хвост высокий, они держать не будут. Но, в принципе, обычный оригинальный Invisibubble тоже его нифига не держит. Они, возможно, немного более даже мягкие вот эти вот. Также для антуражу, чтобы украшать дом и свои фотографии, купила вот такие вот ракушечки. Думаю, составлю из них какую-то композицию. Ну и, конечно же, ватные палочки. Огромная упаковка их с 300 штук. Выгодно. Я купила для мужа вот такую вот пилку для 100, потому что он вечно ворует мою, и пусть чтобы у него была своя. Также купила две пачки влажных салфеток. Одни антибактериальные и другие влажные. Просто гипоаллергенные. У меня влажные салфетки расходуются со скоростью света. Обязательно какую-нибудь положу в машину, чтобы лежали, наверное, скорее всего, антибактериальные. В общем, влажные салфетки в хозяйстве всегда нужны. И я не могу, конечно же, не порадовать себя любимую и свою филейную часть. И взяла для массажа себе вот такую вот щеточку. Буду тестировать, пробовать. Вообще, я люблю различные щетки-массажеры. В основном, кстати, их покупаю в фикс-прайсе. Не вижу смысла тратить на них какие-то огромные деньги. В маникюре взяла себе такие ленты самоклеящиеся. Очень давно хотела попробовать такие ленты в маникюре. Но все они стоят там такие комплекты 200-300 рублей. Поэтому увидела фикс-прайс, решила взять за 50 рублей. Почему бы нет? Думаю, за 50 рублей уже можно поэкспериментировать. Опять-таки, для рисования взяла свои доченьки-мелочки. Они очень крупные, что очень хорошо для детской ручки. Здесь всего 15 штук. Думаю, надеюсь, хватит надолго. Вообще, тоже они у нас, конечно же, теряются, ломаются, крошатся. В общем, что с ними только не происходит. Уже на кассе я заметила вот такой вот спонж. Похожий очень на бьюти-блендер. Как я могла без него уйти? Просто вообще невообразимо. И он довольно жесткий. Давайте попробуем его намочить. Финальный бьюти-блендер с прикосновением с водой становится намного больше. То есть он набухает и становится, наверное, в два раза больше. С этим же вообще ничего не случилось. Он не стал ни мягче, ни больше, ничего. Вот просто обыкновенная губка. Сомневаюсь, что он будет работать точно так же, как бьюти-блендер. Если честно, я надеялась, что он будет хоть немного приблизительно такой же, как бьюти-блендер. Но, к сожалению, нет. Поэтому не тратить свои деньги. Вообще фигня-фигня. Следующее, это я взяла вот такой вот кабель, который, кстати, можно одевать вообще как браслет. И заряжать свои мобильные устройства. Ну, конкретнее, если брать айфон и айфон. Давайте проверим, будет ли он мне заряжать. В общем, удобно на самом деле. Вообще, кстати, удобно. Берешь, так на руку одеваешь, у тебя, типа, браслет, который сразу ломается. Представляете, он сразу сломался. То есть я его одела на руку, и вот он здесь вот уже отошел. Ну, и он мне, конечно же, очень сильно велик. Теперь его будет еще. Так, давайте попробую я его засуну в компьютер. Так, здесь стоит компьютер. Вообще ничего делать, даже в компьютер выходить нормально не хочет. Что это такое-то? Сейчас уже сломаю свой компьютер, пока стирую. Ну, что-то что-нибудь делаешь? Ты, наверное, ничего не... Ну, вообще ничего не заряжает. Может, он как-то не проходит из-за чехла? В общем, эта вещь совершенно не работает. Зря только потратила, даже пусть и 50 рублей. Но, в общем, она совершенно ничего не делает, не работает. Пробуем следующее. Раньше я уже брала наушники в фикс-прайсе, и, честно говоря, они били меня током. В этот раз я взяла не затычки. Посмотрим, у них вообще что-нибудь слышно или нет. Родненькие. Люблю такие наушники, которые одеваются сверху. У меня проблемные довольно в этом плане уши. У меня затычки не держатся в ушах. Вообще совершенно. Поэтому я не могу в них слушать ничего. Так, сейчас зайдем какую-нибудь. Напусти эту песню. Что-нибудь будет слышно? Что-то слышно. Но не сказать, что громко. Попробуем на уши одеть. Вот и слышно, но звук, честно говоря, вообще не очень качественный. Хотя за 50 рублей, чего можно было ожидать, что там, это же не биться. Они хотя бы работают. Уже плюс. Следующее, что я купила, у меня растерялись все вот эти вот штучки для педикюра, чтобы красить удобно было ногти. Поэтому я решила купить себе такой набор. В общем, не знаю, куда они все деваются. Кстати, я люблю больше, когда вот они силиконовые, потому что они не пачкаются и выглядят опрятно все время. Также здесь входит щеточка, пилочка и чипчики. В общем, буду пользоваться таким педикюрным набором. Следующие штуки я купила все время, хотела себе взять. Такая мисочка и кисточка. Вязные ложечки для масок. Сейчас я стала часто довольно разводить себе какие-то маски. Мне захотелось иметь такой полноценный набор. Кстати, довольно неплохая кисть. Мне кажется, будет удобно ей довольно наносить маску. Конечно, что я взяла это невидимки. Очень мне понравилось то, что они будут храниться все в одном месте. В такой удобной коробочке. То есть, ни в каком там ни пакете, ничего. В общем, удобно. А невидимки всегда нужны для каких-нибудь причесок. На этом все. В принципе, это все покупки моей с Fixed Price. Надеюсь, это видео вам чем-то было полезным. Всем спасибо за просмотр. Всех я собнимаю. Целую, пусть удача всегда будет с вами. Пока-пока. Не забывай подписываться на канал и ставить пальчики вверх для того, чтобы поддержать меня. Дальше смотри. Распаковка посылок.